здравия всем всем кто смотрит видео я уже спрашивал вас надоело вам или нет вроде бы не очень еще и вот как бы комментариях то есть желание было такое чтобы я показал видео что да как представляю вашему вниманию давайте начнем сначала с обзора готового результата а потом я вам расскажу уже там о камнях немного немного а заточки почему немного то уж сам я еще до конца не разобрался поэтому много вам сказать пока сам не просто не могу и об авто шейфе от вадима все начали результат но их надо так ложится обушками друг другу чтоб случае вот так вот получилось что быстрее не коснулась друг друга потому что твердость у всех огроменная и не то не надо чтобы они тюкнулись иначе будет конец фильма вот такие вот варианты и кусачи уже фигас я в принципе их подготавливал настолько острые что были еще в этот момент вот такие вот варианты тип французский размер средний на глаз 6 восьмых даже не измеряю но я вам точно говорю вот этот стоп от центов просто 6 восьмых так вот они выглядят в оправа я буду дублинка кусаются хорошо кожа дубовая а только сейчас уже вам показал немного красного цвета вот так вот это все выглядит в оправа я буду собирать вместе с клиночком который у меня остался без оправы из предыдущих бритвок вот вот с этим я вам показал вчера он тоже будет параллельно собираться в оправу и вот давайте еще уж покажу раз начал результат моих работ ну тяжко тяжко я хотели как мне быстро все получается но я параллельно просто выдыхаюсь в хлам прям выдыхаюсь как удивили не ожидал от них такое стручите вот в данном моменте все с обзором все кратенько надеюсь понятненько все так как бы дальше погнали то есть это вот у меня просто тестовый такой вот он там убитый клинок валяется труд вачи старинный фиг знает сколько ему годов и не знаю чего то есть я тестирую сейчас волос прямо вот касаешься волос отпадает хоть на весу хоть на руке для чего мне нужен клинок это я его тестирую в сравнении с твердыми сталями то есть труд вачи и мои варианты это то есть небо и земля по твердости поэтому это очень важно для меня что хочу сказать вчера затачивал бы свою бритву и и сегодня что-то забыл прихватить просто подзабыл и поэтому ну там что показывать бритвы бритва то есть по видео не поймешь как что очень вчера я бросился его затачивать на свою бритву тюрингийцы новым не старинным который вот от вадима тюрингийц вот эту сырую бритву берет не то чтобы быстро но нормально и то есть и заточка там все идет все чувствуешь это вот обратную связь чувствуешь это сопротивление на своих же бритвах ничего не чувствуешь как стекло по стеклу но я поговорил с урмасом у нас просто сейчас связь что-то перерывалась в принципе все уже в принципе обсудили вот я все принципе что понял что и как но по скорости меня удивил вот этот вот японский китайский китайский гонси ну урмас сказал это вот такая более крупная страна этот более выглаженная вот от урмаса я услышал то что он подготовлен именно прямо окончательно подготовлен к заточки финишный и поэтому он меня просто удивил он мою вот эту жаскучую сталь взял ну ура заточка вывелась прямо на ура бритовка залипла прямо через четыре минуты это обе стороны что это и та и другая страна залипла я пробовал и с луриком вот таким вот наводите суспензию пробовал без суспензии принцип ничего не меняет то есть одно и то же одно и то же работает он все время хорошо и быстро очень порадовал китайский гонси вот вчера побрил со своей бритовкой этой дамасской ну что что я хочу сказать бритье получилось довольно шустрым но в меру не было такого что прямо на прямо тут так в один проход и все просто в шикардос полный нет ну два так раз два то есть два движения и там это место уже чисто выбрит сразу же вот это здорово потому что после японского камушка накаяма надо было раз шесть-семь по одному месту пошваркнуть чтобы она его выбрала но я подозреваю что пока может будет совсем уж камень виноват этот накаяма а может просто его еще выгладить надо как следует потому что на нем все таки есть так микро микро риск если прям взор увеличить посмотреть то же самое скажу про сланец уральский если его выглажу прям в идеальное зеркало то он будет работать шустрее вот дальше после бритья а я его не добрил слегка то есть то есть как побрился до конца не добрился взял и положил бритовку на ремешок с пастой гой пробежался раз по двадцать в каждую сторону и это меня еще больше порадовало бритье стало еще более шустрым причем раза в два и более мягким да кстати это бритье после камушка вот этого вот гонси можно назвать почти безопасным бритьем то есть как бы я там не не дурил как бы не задирал об ушок как бы я тут думаю ну порежешь порез что теперь нет не порежешь то есть вывод такой как по мне чем тоньше выведенная вот это вот полировка именно полировка вот эта тонкость вот этой полировки чем тоньше выведена острие тема но безопаснее в бритье вот так вот можно добавить шустрости к заточке чтобы она вообще прям в худых пол движения и все сразу чистоган полный но она уже с ней надо аккуратничать и это уже более такой опасный как бы бритье дальше что еще и хотел сказать да я брею столько встреч шетины и в один проход поэтому стандартные варианты не подходят то есть к моему этому сравнению дальше есть еще у меня камушек тоже от вадима это тюрингейт старинный отдача от него чувствую не как от нового здесь есть отдача то есть обратная связь ну сопротивление бритовки но чувствую что камень сверх мелкий но его нужно выводить вот здесь он то есть у него проблемы не сказал как объяснить . как как с ним вступить не урмас сказал что делать это будет зависеть от вадима я вадим спрошу стоит ли трогать мне его камень выводить то есть там правильное положение или не стоит вот но видимо вот этот камень даст фору вот этот старый тюрингейт даст новому фору прям реально в работе вроде одно и то же просто старинный это просто из новых и размер видите какая размерность но вот этот вот реально даст фору большому это стопудово вот у меня еще какой камушке есть но его тоже нужно будет выравнивать до выглаживать очень большой твердости очень огромной гридности если так ее в гридностях высчитывать это камень вошита вошита название ливи вайт вот как то так вот огромный но он сейчас вот работает сопротивление минимально но минимально но потому что камень еще не доведен его просто нужно будет не доводить вот этим я займусь ближайшие мне десять и это сделаю да еще что хочу сказать примеру вот даже беру вот этот вот клиночек сыренький беру свой клинок начинаю таскать то есть разница огромная в чем что примеру тот же тюрингийц он мою сталь берет очень плохо очень медленно имею ввиду вот сверх медленно но берет но может вывести кромку просто в отличное в идеальное состояние но если нужна скорость то для этого лучше гонси китайский гонси это на данный момент у меня просто такие выводы это не заключение это не факт гонси вообще прям порадовал вчера он то что нужно подготовлен поверхности и на нем просто ну просто моментально вывел в идеал кромку я реально не ожидал от камня то есть натурала такой скорости и такого конечного результата я в шоке честно сказать но теперь я знаю что делать своими камнями с теми что мне сейчас заново появились с теми меня что были до этого что их нужно выглаживать чтобы они полноценно работали дальше все вроде сказал по авто шейфу пробую такую штуковину впервые в жизни выбрал я себе зеленую потому что я подумал что мне этот запах будет ближе хотя не знал какой там запах думал просто какого-то леса голубой такой там кул написано я слыхал что вроде как бы он с ментолом а ментол я как-то не особо перевариваю ну не любитель ментола билл сигаретами с ментолом не сигареты то есть вот эти вот всякие там конфетки с ментолами меня тоже как бы даже разражают поэтому я не стал в его сторону смотреть а взял зеленый запах у него конечно чувствуете запах у него шучу конечно жаль что не передается сейчас уже прямо ты открыл крышку и уже просто такой стойкий я вчера ты попользовался запах стойкий и найти что сразу же первой мысли приходит это орех этот вот кедровый орех вот это не кедр это не лес это кедровый орех реально прям чисто вот этот запах стопудовый что я ощутил как вот впервые пользую такую штуку о не надо уезжать что я почувствовал но я сначала же как всегда умыл с холодной водой имя принципе обычно этом все но я после этого еще взял вот эту вот состав вот этот вот как бы нанес на лицо и почувствовал такое плавное плотное тепло то есть нежение который я ожидал почувствовать потому что там спирта блин чуть ли там девяносто с чем-то процентов 95 процентов спиртяге и употреблять внутрь что были случаи мне кажется такую вещь и внутренне хорошо пойдет но распишет не надо начни надо вот плавное тепло и но как-то вот через две секунды примерно она просто исчезла ощущение осталось на коже что кожа стала какая-то бархатистая то есть никакого после того как его мылся холодной водой она реально какая-то такая шелковая стала мелочи приятно вот как-то так можно назвать но да потом запах очень устойчивый примерно вот если вот утром поблились до вечера вы с этим запахом будете жить сто пудов если я вчера вечером брился то я утром еще от себя чувствовал какие-то там и далекие отголоски от этого запаха ощущение вот этой вот бархатистой кожи как у малолетней девки но блин мы хоть и не они но это здорово не все даже мужику ходить чертым и грубым да вот у меня руки такие вот дубовые если уж кого-то взял за руку там они чувствуют реально наждачку 40 номера в руке такую на кожаной толстой основе такой дальше есть небольшой минус как по мне может это не минус может я еще не допонял вот это отверстие выходное оно мало то есть вот я на руку когда себе вот так его тряс тряс и хотел на трясти достаточно чтобы мне нанести отверстие выдавала минимальное количество дозатор дозирование мало очень мало и поэтому мне приходилось это сделать процесс раз шесть вот так вот на руку чтобы я просто на все лицо хватило у меня лицо небольшое но все же вот принципе к сведению можно потому что очень долго надо его напрыскать а пока прыскаешь она уже по руке растекается и как бы вот это мне немножко вот но это я не считаю что это минус но так вот кто производитель принципе для него мне кажется это будет интересно для меня вообще не проблема я вообще могу его принципе рассверлить рассверлить круто звучит да и вообще вот эта пробочка она вынимается стопудово это же стекло все по уму так что я думаю что с этим вопросом я справлюсь даже рассверливать не буду в остальном он прекрасен я один раз его попользовался один раз я даже вот на данный момент уверен что теперь это войдет просто в мою жизнь на постоянку здорово ну я конечно вам далеко не все рассказал далеко не про все если вот кстати ко мне от бритовки идут вот друга игоря пример у меня бритовка идет от романа подточить поправить там туда-сюда заранее извиняюсь я вам быстро это теперь не сделаю объясню к чему я раньше мог бы вам просто это быстро заточить там то есть шук-шук-шук между делом и вы получили бы отличную заточку быстро но на данный момент я имею возможность заточить более качественно но на это уйдет намного больше времени прямо реально намного больше я вам не смогу просто раз-раз и сделать заточку такую вот более шикарную поэтому уж если у меня бритовка зависит там пускай даже вместе там с испаковкой запаковка и вот этой заточкой она будет у меня время неделю потому что не буду неделю точить с утра до вечера да опять же буду время выбирать специально для этого то уж если она недельку у меня полежит то не без сути не ругайте меня сильно потому что мне хочется сделать максимально максимально офигенное что-то такое вот в результате да не надо вот сравнивать кстати мою бритвку примеру или ту взять и ну давай допустим упускай и труд врачу пример ну сравните я в эту руке чувствую вес просто весомый это я вообще не чувствую это жестянка дальше также и с немецкими бритвами примеру видите да разницу резкость вроде что это вот немцы такие же вещи делают стать или вот да ну вот я так считаю кстати она еще и кривое вот я вообще считаю что такие вещи они должны быть просто как вот тестовые варианты пример камни тестить пробовать как берет камень с рушку такую как берет камень полноценную сталь также у меня есть на тесте там еще импортный вариант пример я на нем фигачу там то есть ну как для меня так все эти варианты они принципе только для теста сравнения и более того уж извините меня любители там англичан там французов немцев и там не японцев да нравится так это слава богу я рад за вас мне нет это мое мнение и у меня все бритвы что я не пробовал импортные они меня не бреют и поэтому они только для тестов годятся у меня вот ну что давайте все да пускай сегодня выходной день ваш не займет моё видео то есть не на весь день не на весь вечер все это продлится если вы какие-то вопросы вдруг там может остались там может где-то я что-то пропустил не сказал то обязательно пишите в комментариях звоните ли как удобно я вам все подробностях с удовольствием расскажу по возможности если будет возможность так и показать покажу а сейчас мне надо еще поработать и может на вечернюю рыбалочку выдастся выбраться на этом прощаюсь с вами еще раз спасибо за внимание еще раз извиняюсь за то что я вам уже ну как по мне так надоедаю и поэтому до новых встреч постараюсь вообще ближайшее время не надоедать вот покажу после вот когда они будут полностью бритвки готовы обзор там туда-сюда все ну это уже ясное дело святое как говорится так не показать а вот так больше я вам стараюсь не мельтешить спасибо увидимся